Ну хорошо, давайте начнем сегодняшнюю лекцию. В сегодняшней лекции начинается часть спецкурса, посвященная космическому мусору, проблеме космического мусора. Меня зовут Полина Левкина, я работаю на институте астрономии РАМ как раз по этой теме. Ну, не только по этой, но в основном по этой. Мы наблюдаем космический мусор, обрабатываем, анализируем. Об этом я вам тоже расскажу. А сегодняшняя лекция будет посвящена общим понятиям и определениям. Собственно, если вы ничего не знаете о космическом мусоре, то сейчас вы что-то узнаете о нем. Космический мусор. Космический мусор у нас находится в углазерном космическом пространстве, и его там много. Это все, конечно, знают из СМИ и из различных источников. Это реальная картинка. Это модель распределения немецкого аэрокосмического центра, который они построили по европейским каталогам, по нашим в том числе. Так вот, весь космический мусор находится в углазерном космическом пространстве. Поэтому начнем мы с определения вообще, что такое углазерное космическое пространство. Поскольку это термин, который определенно закреплен в ГОСТе и означает область пространства между Землей и Луной. В ГОСТе, в нашем российском ГОСТе, официально закреплено такое определение околоземного космического пространства. Ну и, соответственно, есть другой ГОСТ, изделие космической техники, в котором закреплено определение космического мусора. Это все искусственные объекты, которые находятся на околоземной архитете, которые вращаются вокруг Земли, которые закончили свое существование. То есть это могут быть целые космические аппараты, то есть большие многотонные объекты, ИСЗ, бывшие. А больше не только такой. Воиннер, наверное, все еще пока нет. Нет, мы говорим про космический мусор, который именно возле Земли, то есть как бы про наш. Но, в принципе, да, если воиннер что-то вылетит из строя, мы не будем об этом знать, но да, он станет космическим мусором. Вот. Но космический мусор – это такая вещь, он называется мусором, потому что он замусоривает наше пространство и как-то нам мешает. Ну, так же, как мусор мешает у нас дома. Вот. Мешает ли кому-либо? Вояджеру не можем сказать, поэтому, может быть, он не мусор, а просто такой артефакт, который летит где-то в космосе. То есть, вот. Меня слышно, потому что я тихо говорю, возможно? Да. Хорошо. Ну, и, соответственно, дехногенное засорение – это процесс образования новых объектов. То есть, помимо того, что мы имеем уже большую популяцию космического мусора в космосе, так она еще постоянно пополняется. И это, собственно, проблема. Надеюсь, видно. Это в январе 2019 года на сайте Европейского космического агентства можно посмотреть статистику, собственно, сколько, чего мы имеем в космосе. С начала космической эры, которая началась в этот же день, но только много лет назад, было запущено порядка 5,5 тысяч ракет. Ну, выведено и вообще осуществлено 5,5 тысяч запусков. И было выведено почти 9 тысяч спутников. Из них в космосе до сих пор прибывает порядка 5 тысяч. То есть, остальные либо были увидены каким-то образом, либо сгорели в атмосфере. Все еще функционируют из 5 тысяч только спутников порядка 2 тысяч. Это, если брать все страны, то есть абсолютно все. Из всего количества космического мусора, которые отслеживаются, 22 тысячи, ну, 300, это, конечно, грубая оценка, они округлены до сотен. При этом взрывов, разрушений, столкновений, о которых мы знаем, и по оценкам всего, что могло произойти, по грубам, их было более чем 500. Но это, на самом деле, очень много за такой непродолжительный срок, то есть несколько десятилетий, меньше века, и очень так много взрывов. И, да. 2 тысячи получается за счет того, что осколки, в смысле, больше, чем, в четыре раза больше, допустим, до чем запущено. Да, это именно количество космического мусора, то есть это объектов. То есть космический мусор – это не только вот то, что отработало и осталось висеть в космосе. Это все частицы, которые образовываются при столкновениях, разрушениях, то есть вообще все. Это все гайки, это сумка, которую вырынила женщина-космонавт, это все гаечные ключи, это всякие отстреливаемые крышки, это все-все-все. Да, то есть это как бы мусор, сопутствующий запуску, то есть его очень много, как бы еще такого рабочего. И всего по оценкам 34 тысячи объектов больше 10 сантиметров, почти миллион объектов от 1 сантиметра до 10, ну и миллионы объектов, десятки миллионов объектов от 1 миллиметра до 1 сантиметра. Это, конечно, только можно оценить, потому что те объекты очень маленькие, они не наблюдаются. В принципе, сейчас доступны для наблюдения, конечно, большие объекты и объекты дециметрового размера, то есть 10 сантиметров можно увидеть. От 1 до 10 сантиметров видят на низких орбитах, вот и мы об этом поговорим на следующей лекции. Я расскажу о том, собственно, как мониторят, как обнаруживают такие объекты, из которых потом вырастают вот эти оценки. То есть космического мусора очень много. И вот здесь, по данным НАСА, НАСА публикует ежеквартально свой отчет, как бы это новости за квартал, по обстановке орбитального космического мусора. Они, кстати, в 2019 году, уже апрель, но вот они запаздывают. Животокоспрощения не было. Возвращение с Ксольниска. Да, сейчас я об этом расскажу. А он был не такой, может, после чего по этому напаздывал, почему все оскорки небеского спутника. А он как? То есть, вот смотрите, это все, что было запущено с 57-го года. А, там до 2018. А, да. И у нас были самые большие скачки. Это, конечно, 2007 год, когда китайцы испытали свое противоскутниковое оружие. И тогда популяция космического мусора выросла сразу процентов на 20, конечно, в космосе. То есть это было самое большое до сих пор, что было сделано человеком, собственными руками, вот так вот намусорено в космосе. И второй скачок, это как раз, когда наш неработающий, отработавший давно свой ресурс, спутник космос, подбил действующие американские спутники СССР. Да, это очень важно. Ну, можно видеть также, что кроме увеличения количества космического мусора, есть также такие спады этого количества, то есть уменьшения. Это связано с тем, что спутники горят в атмосфере, на низких орбитах, происходит процесс естественного очищения. И в годы повышенной активности Солнца, вы, наверное, знаете, атмосфера немножко раздувается. И вот это как раз способствует очищению. То есть фрагменты космического мусора, за которыми никто не следит, которые никому не нужны, они в эту раздутую атмосферу падают быстрее, и вот происходит уменьшение. Хорошо, что у нас есть атмосфера. В общем, такая большая, аж до двух тысяч километров, да, существуют молекулы атмосферы, которые тормозят СССР. И здесь общий генальный бухлерост, источник тот же. Они публикуют вот эти данные раз в год, и вот сейчас, в мае, наверное, выйдет, в 19-й год. Здесь устаревшие данные, поскольку здесь масса еще не дотягивает до 8 тысяч, а по данным ЕСА, которые обновили данные уже на январь 2019 года, вот то, что я показывала на слайде, у них уже оценивается техногенная масса в космосе как 8,5 тысяч. То есть за год масса выросла почти на тысячу тонн, ну, на 700, примерно, килограмм. То есть это очень много. Мы запускаем очень много в космосе. И это, кстати, оценки еще до вот этого разрушения индийского аппарата, то есть и до запусков, которые были вот сейчас еще в начале года. За это время, пока мы с вами говорим, наверное, масса выросла еще около земли космическом пространстве. Ну, и тут идет разделение на космические аппараты, которых больше всего, конечно, на тела ракет, которые появляются в космосе после запуска. Ракетоносители. И как бы очень маленький процент массы, это вот розовое, это мусор после разрушения. Его не очень много, просто он маленький, но при этом он все равно опасен. То есть он много не весит, но его скорости, скорости практически пули, достаточно, чтобы что-то разрушить, с чем-то столкнуться и образовать еще большее количество обломков. Ну, чтобы говорить о космическом мусоре и вообще об орбитальном знамике возле Земли, необходимо говорить о квалификации околоземных орбит по высоте. Вы, наверное, знаете, что для различного назначения спутников нужны разные высоты. Существует низкая околоземная орбита, так как раз которая почти полностью находится все еще в молекулах атмосферы, то есть пересыкается с ними. На ней находятся все космические станции, спутники дистанционного зондирования и некоторые телекоммуникационные, ну, разведывательные аппараты, потому что они должны быть ближе к Земле, чтобы снимать землю. Ну, и на этой орбите нужно больше всего топлива, чтобы поддерживать спутник в каком-то еще состоянии, то есть их постоянно корректируют. Постоянно корректируют все космические станции, потому что если ее оставить без надзора, она начнет выружаться в атмосферу очень быстро. Далее идет средняя околоземная орбита, ну, вот здесь. Средняя околоземная орбита от двух тысяч и до геостационарной, она расположена, на которой находятся лигационные спутники и GPS и GLONASS, опять-таки некоторые спутники связи и геодезические различные спутники. Ну, и здесь вот А и Б, это низкая и средняя орбита, соответственно. Далее идет геостационарная, на которой спутники находятся в стационарном положении относительно Земли, то есть они просто висят над определенной долготой. То есть на этой орбите каждому спутнику присылана собственная долгота, и они как-то распределены по долготам. Когда изначально проектировалось, были мысли у людей запускать туда спутники, все спутники находились друг от друга на расстоянии большем, чем сейчас, ну, то есть спутников было меньше, и у каждого спутника вот этот вот гэп по долготе, он был больше. То есть потом запускали гораздо больше, и вот это расстояние рабочая долгота у спутника сужалось, и сейчас там очень много работает объектов. Здесь на этой орбите период обращения равен одним суткам, то есть спутник обращается точно так же, как Земля, и стационарен. И это тоже, конечно, спутники связи, погодные, и все это нужно для того, чтобы в любой момент времени на любой точке Земной поверхности вы могли видеть в поле зрения несколько спутников, как минимум, то есть есть минимальное количество, как минимум 4-5, чтобы вы могли найти свое местоположение, поймать интернет и так далее. То есть мы этим окружены. Ну, и геостационарную орбиту отличают от геосинхронной. Кто-то называет, в принципе, вот эту всю область 36 тысяч геостационарной областью. Но это не совсем правильно, поскольку геосинхронная это немножко другое. Это то же самое, что период равен одним суткам, но при этом вращение таких аппаратов, оно не обязательно в ту же сторону, куда и Земля. То есть он не обязательно будет висеть над одной точкой Земли. На этой орбите работает японская инновационная сеть, то есть им так удобно. Они просто запускали ее ради своей страны, и им не важно ничего другое. Ну и некоторые спутники связи тоже так работают. И здесь показан пример. То есть геосинхронная орбита, она не обязательно висит над эфратором, так же, как геосинхронная. То есть она охватывает, может охватывать только какую-то одну выделенную поверхность земли на Земле, и не замыкать полностью с собой орбиту, вот как это происходит на геостационарной, на которой все спутники распределены. И так же высокая околоземная орбита — это все, что выше геостационарной. Все, что когда-либо запускалось, в том числе и высокоэллиптические спутники, может быть, вы слышали, типа молнии. Был такой советский аппарат с орбитой с большим эксцентриситетом, который очень близко подходил к Земле, а потом очень далеко от нее улетал. Высокоэллиптическая орбита с эксцентриситетом больше 4-х бюстатых. Также космические обсерватории, конечно, работают на этих орбитах различные научные аппараты. Ну и также на этой орбите высоко висят спутники, которые корректируют сигналы времени для GPS и для велобасов. Можно спросить, а почему спутники связи такая орбитера вытянута хорошо? Спутники связи висят на разных, то есть почему запускают именно сюда. Остальное, в принципе, понятно. А вот сейчас там, во-первых, есть синхроны, во-вторых, как это... Ну, это для удобства. Ретрансляторы. Это просто, чтобы поддерживать спутники на других орбитах. Ну и потом... Я думаю, что это просто как поддержка. То есть это... Опять-таки, если какой-то спутник выходит из строя на геостационарной орбите, то есть должна быть какая-то лазейка, ну, то есть должен быть какой-то выход, чтобы его, если что, кто-то заменил, даже если это кто-то будет там до 50 тысяч километров. То есть это как бы такая очень... Очень широко распределенная в пространстве группировка, но она все равно работает вместе. Причем очень много стран же имеют свои спутниковые системы, и необходимо, чтобы они друг другу не мешали, то есть именно спутники в космосе не мешали друг другу. Поэтому... Ой, спасибо. Да. Но здесь сейчас не очень видно, значит, будет линей. Это в масштабе картинка, где показаны, собственно, все орбиты. От Земли, то есть низкое околоземное, это вот это МЕО с синим цветом. Вот такая большая средняя орбита. Вот здесь находятся навигационные спутники, это там 25 тысяч километров. И вот здесь висят где-то стационары. И все, что дальше, в Красной области, это высокая околоземная орбита. Да, тут чуть длиннее. То есть, ну, просто еще раз перечислено, что здесь у нас летал МИР. Здесь есть телескоп Хаббла, здесь есть МКС. Вот здесь проходит зона от 600 до 800 километров, где летают солнечно-синхронные спутники. Мы сейчас о них поговорим. Ну, здесь средняя зона и герстационар. И вот все это пространство, оно, в принципе, заполнено космическим мусором. То есть, больше всего космического мусора на низкой зоне, там как бы и меньше пространства, ну, то есть, плотность там повышена. Навигационные спутники, конечно, тоже сорят очень сильно, то есть, они и там есть, там есть отработавшие спутники, вот в этой области. Ну, и на герстационарной орбите там происходит очень много всего интересного, поскольку сама орбита интересна. Ну, и, кроме того, она находится очень далеко от Земли, и на этой орбите сейчас не существует, естественно, ну, практически никаких способов уменьшения космического мусора. Если на низкой орбите спутники еще могут гореть в атмосфере, там в течение десятков лет, то на средней и на высокой не происходит. Просто никакого массового, такого большого, глобального удаления космического мусора. Мой вопрос. Вот те оценки ЕСА по массам, это все, все, это не только низкой. Да, это полностью околоземное пространство, да. Околоземные орбиты искусственных спутников также делятся по наклону, опять-таки из-за разного назначения, из-за каких-то удобств данной орбиты. Есть три вида, экваториальная, полярная и солнечно-синхронная. Ну, и экваториальная орбита, это, понятное дело, где стационарная, то есть подобная ей, когда спутник висит над экватором. Наклонение у такой орбиты 0 градусов, при этом эта орбита прецессирует до 10 градусов в сутки и поворачивается максимум на 20 градусов в сутки. Полярная орбита ей полностью перпендикулярна, с наклонением 90 градусов. Прецессии у такой орбиты нет, и она поворачивается до 5 градусов в сутки. Но вот как раз на полярной орбите находился тот китайский спутник, который они убили своим противоспутникам оружием. То есть они здорово засорили вот именно над полюсом пространство. Ну, и солнечно-синхронная орбита, которая немножко отходит от полярной, с наклоном 98 градусов. И солнечно-синхронная, что это такое? Это спутник на такой орбите каждый день в одно и то же время пролетает над одной и той же поверхностью с одним и тем же уровнем освещенности. То есть, например, если такой спутник пролетает над Москвой вот в 6 часов утра, это грубо, тогда, когда восходит солнце, например, рассвет, то есть он пролетает вот по теры, когда терминатор проходит через Москву, то есть над Москвой встает солнце, то он через сутки опять вернется в то же самое время. То есть это нужно для различных там метеоспутников погодных, для тех, которые отслеживают различные изменения на Земле, ну и в том числе различная топографическая съемка, то есть чтобы определять всякие высоты на Земле, то есть их определяют по теням, по деревьям, по зданиям. Ну и в частности, чтобы снимать карты Гугла, тоже нужны солнечно-синхронные спутники, потому что они, как вы, наверное, видели, примерно одна и та же на этих картах освещенность. Вот это как раз достигается именно таким аппаратом. И поворота у такой орбиты нет, поскольку эта орбита близка к круговой, а круговые орбиты, они практически не поворачиваются. Но я напомню, что такое перцессия и поворот орбиты. Мы это имеем из-за того, что Земля не шар, и из-за того, что она сплюснута у полюсов, и имеет на экваторе вот этот вот избыток массы, то есть такую, как обручную, не надетую в виде экватора. И это очень сильно возмущает движение спутников, порождает различные гравитационные возмущения, которые можно учесть всегда, потому что мы знаем, как именно влияет Земля на них. То есть это гравитационное возмущение, оно более-менее постоянно, то есть мы можем его предсказать. Оно зависит от напряженности гравитационного поля Земли, и, собственно, величина прецессии этим определяется. И как это влияет? Прецессирует линия апсид, то есть линия, соединяющая апогеи, перегеи спутника, и, как следствие, смещается в восходящий-нисходящий узел. То есть это влияет на положение элементов орбиты вот этого спутника в пространстве. Ну и скорость прецессии будет зависеть от формы орбиты, вот то, что сейчас было в табличке, от высот апогеи, перегеи и от наклонений. Ну и понятно, что чем больше, чем ближе спутник экватору, тем сильнее он будет на себе испытывать прецессию. И когда гравитационное поле Земли максимально напряжено, возле экватора происходит возмущение от движений. В орбитальной днамике аппарата орбита как бы спрямляется. То есть он, экватор, проскакивает быстрее, чуть-чуть быстрее, чем движется в целом по орбите. То есть понятно, что спутники у нас корректируются, они запускаются на определенные траектории, то есть все рассчитано, потому что они должны выполнять определенную задачу. Но все равно на них, даже на корректируемые, влияют различные возмущения. И их из-за этого и корректируют, что постоянно со спутником что-то происходит за счет возмущений самых различных. И, конечно, для низких аппаратов Земля влияет сильнее всего, то есть ее гравитация. А, по предыдущему, слою вопрос. Да. А, все, градусы, собственно. Да, я просто не писала везде, написано только сверху. Ну и, соответственно, плоскость прямой орбиты прецессирует в западном направлении, плоскость обратной в восточную. Ну вот, если себе это представить, то, в принципе, можно понять, почему так, что просто, как бы, да, оно прецессирует в сторону Земли, так получается. И плоскости полярных орбит они практически не прецессируют. Но это именно тех, у которых поддерживается, которые запущены именно на наклонение 90 градусов. Ну и поворот плоскости. Это еще одно возмущение, изменение, которое происходит с орбитой. Причины те же самые. А последствиями является, помимо вот этой прецессии линии апсид, еще и ее поворот в пространстве. То есть точки перигея и апогея вместе с линией апсид, они двигаются вперед и назад по орбите. Ну и зависит от того же самого, от формы орбиты, от наклонения. Ну и понятно, что как бы орбита у нас была вот как-то так, и потом повернулась вот в эту сторону. Сейчас, можно вопрос? Да. Ну, это разве не прецессия изображена на рисунке? То есть прецессия — это поворот линии апсид, правильно? А поворот плоскости — это поворот вокруг линии апсид, получается, или нет? Сейчас я объясню. Прецессия — это орбита смещается в пространстве. Да, я поняла, в чем ошибка здесь. Здесь не нарисована линия апсид. Вот, поэтому на этих рисунках можно показать и прецессию, и поворот. Прецессия — это когда у вас линия апсид, например, проходит вот так. Сейчас линия апсид, я просто набыл бы, это линия, соединяющая перегеи и апогеи, правильно? Да, вот у вас здесь апогеи и вот здесь перегеи. Вот у вас линия апсид. Если у нас прецессия, то вот орбита перешла в это положение, спрецессировала, линия апсито осталось так же. А если у вас поворот орбиты, то у вас вот эти апогеи перегеи, они взвинулись, например, вот сюда. И когда у вас орбита повернулась, то у вас сместилась эта линия апсито. То есть она уже не там. Это понятно. Ну как-то сложно представить. Просто если у нас поменялись линия, поменялись, поменялись, поменялось положение точек перегеи и апогеи, то по идее... Ну вот смотрите, тут еще просто двухмерный рисунок. То есть если представить себе все элементы орбиты и наклонение, и к центристике, то как орбита, например, наклонена к Земле, то форма самой орбиты, то есть все осталось то же самое, и форма, и наклон, но поворачивается именно линия апсито. То есть она... Ну это не значит, что она поворачивается просто очень сильно. То есть она как бы поворачивается, но там градусы, то есть это не что-то, что они там поменялись на 90 градусов. Нет. То есть там несколько градусов буквально. Но это как бы вот такое смещение. То есть как это... проявляется в жизни. Спутник, например, будет чуть раньше восходить над какой-то территорией и чуть позже уходить за горизонт. И это постоянно корректируется, потому что если вам, например, нужно, чтобы он на этой территории заходил именно вот в этот час, а он будет стремиться, например, чуть раньше, ну просто потому что у него взвинулось, это же на время тоже оказывает влияние. И поэтому спутник корректирует и опять возвращает линию отсид к той, которая должна быть при запуске. То есть можно сказать, что прицессия всегда происходит вокруг оси, которая перпендикулярна плоскости орбиты? Да. А поворот, он произволен. Ну ось, вокруг которой поворачивается нормальная плоскость орбиты, она произволена в случае поворота. В этом разница, да? Ну она произвольно, она смещается из-за горизонтационных, да, опять, то есть это то, что влияет. И как бы круговые орбиты не поворачиваются, то есть у них этого и нет. Так. Ну и здесь вот то, что написано ниже, это имеется в виду, конечно, с наклонением близким к нулю, с наклонением близким к 90. Это все работает именно для СССР, то есть для тех аппаратов, которые корректируются. Просто мы об этом сейчас говорим, потому что эти аппараты рано или поздно становятся космическим мусором, либо аппарат вот на какой-нибудь такой орбите, который процессирует, поворачивается, берет и разрушается. И что потом происходит с этим мусором? То есть нам же, как бы, мы больше его не корректируем, но нам все равно надо знать, как этот обломочек ведет себя в пространстве. Вот. И зная, какая была орбита, например, аппарата, который разрушился, мы можем понять примерно, а что же будет с этим обломком. Хотя бы как он начнет в начале движения, где его поймать просто потом. То есть так именно ищут, так же ищут, например, вот индийский спутник разрушился. Нужно знать, где он был, нужно знать его эволюцию орбиты, чтобы найти вот эти облака мусора, которые образовались. Ну и вот здесь дальше на слайде показано, как быстро это происходит, здесь показана аппарат реальная орбита. И Европейское космическое агентство просто смоделировало такую картинку, когда на орбите Земли происходит взрыв. То есть просто спутник разрушается сам, ничего его не сталкивает, просто он разрушается. Образуется пополок обломков, и через два дня, они посчитали это, обломки вот этого спутника, красные точки, их можно обнаружить уже на всей орбите. То есть если это была стационарная орбита, то есть спутник висел, и просто вот он разрушился, и обломки разлетелись, то они через двое суток будут уже везде. То есть нужно искать быстрее, если вы хотите найти. Ну и понятно, что вы осматриваете всю геостационарную орбиту, и находите нейктологизированные какие-то объекты. И вот, скорее всего, да, можно сказать, что вот раз их много где-то, потому что они все по одному не летают, то есть вот если сразу несколько обнаруживается в одном месте, то можно их промодерировать и понять, что да, это вот два дня назад разрушилось вот это место. Да, то есть мы вообще видим космический мусор, и как и сами аппараты, только потому что они отражают солнце, и мы ограничены возможностями аппарата, как всегда. То есть что касается детства в СМАТ на области, это 40 тысяч километров, нужно очень, нужно большое зеркало телескопа, чтобы видеть. То есть нужно очень хорошее разрешение и проницаемое. А модели, да, получается, не все кусочки можно учить, которые могут быть суток? Да, то есть мы их не все можем увидеть. То есть мы найдем только крупные, но, например, будем знать модельно, сколько их может быть. Потому что на Земле проводятся испытания, которые, ну, на Земле разрушают спутники. То есть, например, в Санимаш есть лаборатория, в которую можно выстрелить. В космический аппарат, ну, замоделировать, что это было, произошел выстрел на орбите, и посмотреть, сколько от него чего отлетит. Ну и взрывы, кажется, моделируются тоже. Вот, то есть можно понять, сколько, в принципе, отлетает частица от разного вида аппаратов. Вот, но какие-то частицы все равно, конечно, они будут неучтенными. Поэтому вот оттуда и возникают эти 128 миллионов частиц, которые очень маленькие, и мы их не увидим, мы просто знаем, что они там есть. То есть они из космоса не видны. То есть, как бы космонавты их не видят, но они знают всегда, что они там. Вот, поговорим о проблеме, о проблемах, которые создаёт космический мусор. Он создаёт взрывы на орбите. Ну, взрывы на орбите создают и сами аппараты, и сами для себя. Когда, например, в них не вводят топливо до конца, не спускают топливо из баков, и это топливо взорвается, например, в какой-то момент. Ну, и здесь показано, как в 61-м году был первый взрыв ступени американского Эйбл-Стар. А рассекретили они это только через 50 лет. В 2011-м году вот в этих ежеквартальных новостях вышла эта новость на первой странице. Они 50 лет об этом молчали, что рим взорвалось в 61-м году. А тут они сказали, ну, в 61-м году ещё было так мало мусора, что и тогда и не думали, что будет, наверное, такая проблема. Ну, они, точнее, уже знали, а весь мир остальной не знал. Они знали, что у них есть на орбите 300 годов. Было 54, а осталось 354. И Ник Джонсон дал нам большое интервью, вообще рассказал об этом, потому что он был свидетелем, участником, зачинщиком этого всего. Ну, и в 92-м году на геосинфонной орбите взорвалась ступень Титан Фонстейдж. Которая образовала 500 оболонков размером более 2 сантиметров. Ну, это просто для статистики вот такие два больших взрыва, которые, ну, самопроизвольные. То есть просто взрывается аппарат какой-либо. Ну, и вот Эйбл Стар спустя 50 лет они опубликовали график, где Эйбл Стар, вот Эйбл Стар по 9 перегей по высоте. Это вот от 500 до 2000 километров, прошло 50 лет, но они еще на месте. Ну, можно? Да. На геосинфронный, на геосинфронный, наверное, особенно критично, да? Когда там, в том смысле, что, ну, там, ну, там, ну, нет такого момента. Ну, то есть, да, высота-то выделенная, как бы, а желающих много. Да, но там критично еще потому, что оттуда они никуда не денутся с высокой орбитой. То есть на низкой, вот у этого Эйбл Стар есть возможность там в течение пары веков там все-таки упасть в атмосферу. А если это на высокой орбите, то оттуда просто нет никаких способов сейчас. Ну, то есть они разрабатываются, и об этом будет тоже лекция, будет Борис Михайлович читать про перспективы вот этого ввода космического мусора. Но его там просто нет. То есть на геостационаре практически вечно находится то, что туда запущено. Вот то, что мы сейчас там имеем. Поэтому, да. За счет чего они взрываются? Ну, когда остается, например, топливо в баках, то они могут взрываться. Было время, когда запускали на радиоактивном топливе. И это тоже целая проблема, целая такая отрасль. Борьба именно с радиоактивным космическим мусором. Этим занимаются в МИФИ. И, кстати, на конференции будет об этом доклад. Просто вот топливо. И, во-первых, спутник летает, он уже нагревается солнцем. То есть там просто какая-то происходит нестабильность. Температура, давление, чего-то еще. Тогда об этом не думали. И как бы спутник был запущен. Отработал свой срок, и все, о нем забыли. То есть не было каких-то таких мер по тому, чтобы оградить себя вот от этих взрывов. То есть даже если он взорвется, например, ну вот будет там эти 300 обломков. Их было тогда мало. Может быть, с этим связано, что вот не было этой защиты. Потому что люди задумывались о том, что пора бороться с космическим мусором, например, в 70-х годах. Тогда же активно осваивалась генстационарная область. И там тоже пошли разрушения. И люди поняли, что как-то вообще да. А в 80-х годах уже очень сильно за это взялись. И создали наш агентский комитет. И вот оно все закрутилось. То есть это вот буквально недолго. То есть истории борьбы с проблемами лет 40, наверное. А мы имеем вот эти 20 лет, 20-15 лет, когда люди очень мало что делали для запусков. Но тогда, правда, и меньше запускали. И сейчас запускают больше. И поэтому в ГОСТах еще есть ограничения на количество запусков. То есть не может каждая страна запускать столько, сколько хочется. Потому что это сразу повышает уровень космического мусора. То есть всегда вот есть ограничения на запуски сейчас. Ограничения, чтобы одной ракеты выводить сразу несколько. Чтобы еще от ракетного мусора его не прибавлять на орбите. Поэтому вот тогда, да, были проблемы. Валя, можно вопрос? Да. Ты говоришь про эти все ограничения. Валя, все на них как-то клевать. И просто если кто-то запустит, что они сделают, не богу. Космодорож или разобьют, пойдут? Ну, это просто... Разбивать спутники тоже ничего не делают. Ну, ничего не делают. Но не помню, у тебя ограничения не понимают. Я не знаю. Вот поэтому по идее... По этой спутникам не допускаются же, если там ограничения, которые... Ну да, нет, ограничения... Больше денег, это тогда, пожалуйста. Не, да. Ну, тем же, если мы с вами, это будет страна, которая меняет космодромов. Просто, да, нет. Ну, у кого есть деньги, короче? Не, ну, Межагентский комитет может устанавливать, в принципе. Там, ну, он должен как-то реагировать и влиять. Например, да, штрафовать и не давать. А, штрафы? Да, ну, то есть, вот, как на индию отреагировали, я пока не знаю. То есть, для чего тогда они еще работают вот индусы, предстоитаясь? Ну, вот, на самом деле, я жду, чтобы хоть как-то вот этот Межагентский комитет, который создан давным-давно, чтобы они как-то среагировали, хотя бы поговорили об этом. То есть, ну, нет, есть как бы заседание ООН по проблеме защиты загрязенности ОКП. Вот, и на них-то, по идее, на этих заседаниях об этом говорят. Но вот насколько там все лояльно и компетентно к таким, я не знаю. Ну, и на этот день. Нет, ну, надо отслеживать, потому что, во-первых, может быть, я думаю, что из-за этого как раз и задерживают вежеквартальный отчет этот насовский, потому что он должен быть в начале года, вот они раньше делали февраль-март максимум, но сейчас апреля нету, потому что, ну, видимо, они должны там какую-то резолюцию дать и как-то отнестись, да, вот к этому разрушению. Ну, посмотрим, я очень хочу их почитать. А тогда, то есть... Ну, это там не только китайцы, самый большой, как ты говоришь, но китайцы тогда, конечно, поклялись, что они уберут, то есть что-то с этим сделают. Поклялись. Да, то есть они сказали, что да, они признали, нет, они хотят признали, признали бендицей, я пока не знаю, а китайцы признали, что да, мы это сделали, и что, в общем, ну, там сгорело, конечно, много в атмосфере. В общем, взрывы плохо, разрушения на орбите тоже плохо, это вот как раз к индийскому можно добавить на свадьбе. В январе 2007-го китайцы. Вот я, кстати, не сказала про статан Транстейдж, хотела сказать. Статан Транстейдж, вообще эти ступени, ну, они у них очень известны, их очень много. И они вот запускались в 90-х годах, так вот мы до сих пор находим от них обломки, то есть, ну, почти 30 лет прошло уже, и всё ещё. То есть практически вот в каждый свой сеанс наблюдательный, если мы ищем что-то новое, находим, и у нас получается отнаблюдать достаточно долго, чтобы потом определить, а что же это было, ну, то есть эволюцию проследить и понять по элементам орбиты, а кто родительское тело, то очень часто, что Титан Транстейдж, ну, то есть вот до сих пор. И это говорит о том, что всё равно надо их наблюдать. Может быть, они разрушаются как бы ещё между собой, то есть новые образуют, которые не каталогизированы. Ну, как бы, вот они есть, и их очень много, и даже те, про которые мы не знаем. В общем, вот. Разрушение на орбите тоже, эти объекты до сих пор есть, и мы их тоже наблюдали, и мы на ВИНСЕ. Да, общего разбонялся на 15 процентов с начала 2007 года. И, то есть прошло почти два месяца после разрушения, а в Америке, в СККП, у них в каталогах наблюдалось более полутора тысяч. Ну, то есть всё ещё. Хотя это была низкая орбита, и что она, конечно, сгорела, но вот всё равно есть. И через месяц после разрушения, вот эти плоскости, они были уже распилены вот так. То есть его изначальная орбита, она вот там, где-то в центре, в гуще этого всего, а вокруг вот это всё. А белая — это орбита МХС. Вот именно столько раз, через месяц, то есть в феврале 2007 года, орбита МХС вот так вот постоянно пересекалась только эти могилы, только финил на М1С. А по высоте они были? Да, да. Ну, то есть это тоже низкая орбита, это там 600, примерно 500, то есть, да. А вообще это распределение, что они так расползаются, это просто из-за их размера, да? То есть они все разные? Ну, это из-за возмущений, из-за того, как именно он разрушается, и просто они же уже по высоте на самых разных высотах после этого. То есть они могут сильно разлететься. То есть, а чаще всего возмущения это всё-таки, ну, то есть, наверное, взлетали или нет? Ну, в столкновении. Вот сейчас мы об этом говорим. По сути, техника, техника так же, они разлетаются просто. Да. Они взрываются, они обрезаются. Да. Они обрезаются, наверное, буквально, на прорывочек. Ну, они разлетаются как бы во все стороны, если это взрыв. Ну, ещё что ты говорила, эффект процессии. Да, ну, то есть... Там всё влияет. Там всё влияет, и у каждого из этих обломков образуется собственная орбита с собственными элементами, и на каждый такой обломок влияют возмущения. Ну, то есть, оно всё полностью подвержено теперь только небесной механике. Больше ничему. И гравитации Земли, и Луны, и Солнца, и световому давлению, если это отвалился, там, кусок, например, плёнки или обшивки, который большой, но лёгкий, это вот знаменитый эффект светового давления, он превращается в солнечный парус, который под воздействием Солнца, пока он не заходит в тень Земли, он может быть абсолютно предсказуемым. Особенно, если это плёнка, которая ещё лептит, и разворачивается, сворачивается, например, каким-то образом. Вот. Мы такие объекты тоже наблюдаем, они очень интересные. Вот именно объекты с большим отношением площади к массе. Это то, что вот на вершине держатся эти проблемы, на научной вершине, на научном интересе. Потому что, ну, это очень интересно с той точки зрения, что мы больше знаем о возмущениях, которые у нас в ОКП происходит. То есть, что влияет на такие объекты. То есть, это объект в комплектационном поле Земли, грубо говоря, просто вот с такими размерами, с неизвестной формой. Тут надо понимать, что оно когда образуется, мы не знаем о них ничего. То есть, у них неизвестна форма, неизвестны размеры. Всё только из наблюдений. То есть, очень сложно оценить. Только вот по множественным наблюдениям просто мы можем выстроить орбиту и хоть что-то попытаться нам нужно. Вот. Разрушение. Ну и... Кто заметил, что изменилось? Да. Спустя два года вот такой вот клубок просто из этого всего. Поскольку, ну, изначально орбита была такова, что оттуда вот просто оно улетело везде. То есть, это была орбита близко к поляне, и вот оно просто разлетело. Но оно, конечно, и сталкивалось, наверное, с какими... Между собой, в первую очередь. И да. А что за оружие было? Какие порывания разрушались? Ну, противоспутниковые, но они ракету запустили и подбили его. Да. То есть, они подбили его просто, чтобы понять, что они могут это сделать. Поэтому это... Да. И вот столкновение на орбите. И самое известное. Когда наш советский спутник столкнулся с американским спутником связи с действующим, то есть, собственно, это полный пример вывода из строя и что может случиться. Ну, понятно, это космический мусор, но крупный. То есть, это не какой-то обломок метр. Это полный, полностью, как он и есть, космос-2251. На высоте 800 километров почти они столкнулись. Причём, столкнулись вот на таких вот курсах. То есть, они просто встретились в космосе. Скорость от времени столкновения более 11 километров в секунду была оценена. Да. И аппараты разрушились полностью. Ну, то есть, они полностью превратились в два облака фрагментов. И через месяц каталогизировали 831 объект. Ну, то есть, их, конечно, наблюдали, их сразу начали искать. Мне всегда интересно, наши искали наши, американцы искали свой, или всё-таки мы искали и то, и то. И все. Ну да. А, Ли, подскажешь, как это время, не космос уже работал, или он уже был вышел из строя? Нет, он уже был абсолютно вышел из строя, да. То есть, всё-таки не специально, да? Ну, надеемся, что нет. Нет, ну, конечно, нет. То есть, связь с тобой не было? Нет, нет. То есть, это просто старый советский спутник, он вышел из строя, может быть, лет 20 назад, перед этим, то есть, как бы, да. Ну, просто, это была такая шутка, что вот наш неработающий сбил американский работающий. Вот видите, как у нас всё точно с 50-100 лет. Вот мы просто... Чтобы мы дышим, да. Своё это не зимой работник. Может, может. Но это сарказм, жуткий, да, и ирония, и вообще кошмар. Вот. Ну, и здесь видно, что... Ага. Значит, было два спутника с именами, определенными с номерами, с каталоги. И осталось вот два обломка, два уголка обломков. У каждого из них тоже есть номер уже, конечно, но они больше уже не называются, прежними своими номерами. А у Иридиума была возможность увернуться от этого спутника? Были предупреждения, то есть, как бы, знали, что будет... Сближение. Будет сближение, да. То есть, наши же тоже считают это все. Ну, то есть, все спутники, которые у нас есть в каталогах и попадают к нам, то есть, мы все равно можем отслеживать. Мы просто знаем, где наш космос летает в этот момент, и мы можем понять, чем он оближается. И это было. Вот. И это засек, по-моему, Аспос, то есть, наш уже снимашевский, тот, который был для этого создан, целая такая организация. Ну, они не предприняли, да. То есть, там как... Они не поверили нам? Там была... Может, и видео, наоборот, отклилось и на космосе. Да, ну, возможно, да. Там же так попасть, конечно. То есть, там всегда есть оценки вероятности. Ну, то есть, я вам покажу там график, когда маневры вот этого всего. МКС же тоже постоянно отклоняет. Но МКС отклоняет, вот, когда говорят, что надо отклонить. То есть, вот, скорее всего, пролетит. Ее отклоняют, не проверяя, пролетит или нет. В этом случае была вероятность. Ну, вот, с такой-то вероятностью, да, что будет сближение. То есть, знали о сближении. О том, что они столкнутся, стало известно, когда они столкнулись. Вот. Ну, в прямом смысле. То есть, как бы это было оценено, и знали, и ждали. Но вот, учитывая, что это два больших аппарата, конечно, они могли что-то предпринять, потому что все-таки не обломок мимо летит, а летит огромный аппарат. Вот. То есть, таблетра. Ну, а после этого события сейчас каждый раз корректируют орбиту спутника? Ну, после этого таких столкновений не было. Поэтому, нет, они все мы корректируют, конечно. Они их корректируют и от мусора, и просто потому, что их надо корректировать. Стали ли они осторожны? Ну, учитывая, что они ничего не сталкиваются, наверное, да. Наверное, стали. То есть, это. Ну, я думаю, что да, они-то точно провели, я думаю, очень большую работу после этого случая. Они, в смысле, американцы. Да, они что-то начали делать, конечно. То есть, они не остались, обезьянные. А сейчас мы понимаем иридиумы уже тоже, да, или это иридиумы работают? Они обещали, что их прекратят? Нет. А, сейчас нет. Сейчас просто новое поколение. Они, они обменяют, как это, всегда меняют, освежают это созвездие, да. Потому что они, конечно, на большой срок не рассчитаны. То есть, иридиумы, которые летали 10 лет назад, они уже, да, скорее всего, летают. Если и летают, то не все. Вот. Ну, и справа, да, самая важная картинка, потому что вот эта облака, она рассеялась по орбите, и потом, вот эти две рассеянные орбиты, они же потом столкнулись еще раз, и так далее, и так далее, потому что они, как бы, уже на таких насходных курсах. Вот. То есть, они еще продолжали порождать с собой обломки. То есть, вот этот 731 фломент, который через месяц, это не только те, которые образовались в момент, когда они столкнулись, это они еще потом, что-то продолжали измельчаться, скажем так. И мы обнаружили те, которые недоизмельчились просто в пыль. Просто мы их смогли увидеть. Ну, это грустно, да, я знаю. Вот. В общем, вот такая проблема. Ну, то есть, взрывы, разрушения и столкновения. Вот то, что мы сейчас имеем уже. У ЕСА есть модель, которая просто, опять-таки, показывает распределение космического мусора. На первой картинке показывали все объекты больше одного метра. Ну, вот здесь показаны где стационарные орбиты, немножко так вот сбоку. А вот скопление там сверху. Вот это? Нет. На больше одного миллиметра вверху. Вот это? Ага. Ну, это, так оно выделено, но это, в принципе, вот тут показаны все. То есть, вот тут просто потихоньку они добавляются. На эту картинку добавляются больше 10 сантиметров, потом больше одного, сразу видна низкая колоземная орбита, где их просто много, она сразу проявляет. А здесь они просто все, ну, я не думаю, что это прям вот скопление, просто можно под таким углом смотрим. То есть, это толща такая оптическая. Ну, и как бы, да, то есть, их много. Может быть, они еще не заря так оставили только четверть этой картинки и не показывают вторую ветвь без стационарной орбиты, чтобы с темно. А как измеряются размеры? Это какой-то эффективный размер на основании радиолокации? Да, на низких орбитах делают радионаблюдения радарные, то есть, где можно определить и обнаружить очень маленькие. А оптическими методами тоже можно определить, но и с проницающей звездной величины можно примерно оценить. То есть, из расстояния и из проницающей мы можем примерно оценить, какого размера мы сейчас видим. Но опять-таки надо наблюдать долго, чтобы знать, что он не повернулся к нам в своей самой большой или самой маленькой стороне, а что он в принципе такой. поэтому да, это можно оценить. Ну, конечно, это будет грубая оценка в случае оптических. Но вот, да, можно. Ну и больше одного миллиметра от одного миллиметра вот именно что касается литер, это, конечно, модель. То есть, это чистая модель, потому что мы не можем бить один миллиметр на досло. Ну, то есть, пока никак. Я не знаю, просто нет пока таких возможностей. А низкая земная орбита один миллиметр можно увидеть в оптике? В оптике. В оптике с низкой орбитой другая история, потому что низкоорбитальные объекты они очень быстро летят относительно нас. Просто потому, что если диаскоперное далеко, и это медленное такое движение, то вблизи они прилетают так быстро, что оптика... То есть, это нужны... Во-первых, телескопы с большим полем, а большое поле это всегда не очень большая проницающая. То есть, фокусное расстояние уже вам не позволит просто увидеть какие-то слабые. Но один миллиметр это даже на низкой орбите он очень слабый. То есть, помимо того, что он слабый, он еще и быстрее летит. Поэтому оптика на низких почти не работает. То есть, оптика работает только на большие объекты, которые довольно далеко находятся? Оптикой можно и на малые объекты, которые находятся далеко. И большие тоже. Но малые это не миллиметр, наверное. Ну, это 10 сантиметров. 10 сантиметров мы можем, да, на весло. А вблизи оптика может крупная. То есть, и, кстати, ну, вот последнее было совещание, воркшопе в Дармштадте, как раз здесь сидит ЕСА, или в Мирцуг. Там был доклад о том, что есть группа индузиастов, которые наблюдают в оптике низкую область. То есть, у них несколько телескопов, и они разрабатывают потоковый метод обработки. То есть, чтобы очень быстро отслеживать аппарат, который очень быстро прилетает через все их поля зрения. Ну, то есть, у них собственная методика, но это опять-таки что-то такое достаточно крупное. То есть, мелкое. Мелкое они пытаются искать путем наложения кадров. То есть, и туда тоже как бы бьют в эти цели и пытаются решить эти задачи. Ну, вот, может быть, да, мы когда-то сможем. Сможем ли мы один миллиметр на весло, но это тоже либо путем сложения очень многих кадров. но это не факт. То есть, все равно нужно разрабатывать параллельные методы обработки тоже, то есть, программное обеспечение, чтобы просто иметь возможность получать такие данные. Вот, очень много интересных. Вот, тоже картинка ЕСА, не в масштабе. Размеры космического мусора не соотнесены с размерами Земли, они просто тут нарисованы, вот, 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 я надеюсь, что все-таки ступень, ступень ракетносителя. Ну, есть, кстати, очень интересные картинки в интернете. Ну, вы знаете, наверное, что есть мусорные острова в океане, с которыми борются пластиковые острова, острова из пластика. И вот, есть картинка в интернете, там, где в космосе изобразили как раз все то, что просто люди выкидывают, то есть резиновые перчатки, да, бутылки и такое. Ну, в принципе, я думаю, что это немногим лучше. Тут, конечно, металл, в основном, но все равно, выглядит примерно так же издалека. Здесь выделена именно низкая орбита, то есть вот эти 2000 километров, если на них смотреть издалека, ну, видно, как она густо населена. А каждая иконочка, она соответствует, да, то есть если вот эта часть ракеты, да, что она реально похожа на бутылку, это вот как раз часть ракет-носителя, и там еще какие-то глинизмички. но тут количество, вот количество, попадающие в эту область, оно соответствует количеству, но это правда, этой картинке, ну, лет 8, наверное, то есть вот на то время, да, она соответствовала. Сейчас я боюсь, все стало уже хуже, они давно не рисовали эти картинки, я боюсь, там просто уже... А, конечно, там даже кусочек я в стационарные орбиты попала, то есть вот они вот тоже нарисовали, там вот уже в далеке. Вот, это то, что касается низкой области, ну, и нужно понять, что вот, когда мы смотрим сбоку, а вот так оно выглядит непосредственно земля, то есть они еще не друг на друге, но они практически вот в каждом, в каждой точке на земле. А вот это ГСО, то есть желтым показана сама орбита, а вот все, что вокруг нее, плюс-минус 15 градусов по высоте от геостационарной, ну, от экватора, по наклону, по широте, даже лучше сказать, это все геостационарная область, так называемая, в которой находится геостационарный космический мусор. Ну, он, конечно, не стационарный, но это то, что образовано геостационарно. то есть она широка, то есть это целое кольцо, такой пояс вокруг Земли, заполненный космическим мусором, но здесь, конечно, его меньше, просто потому, что сама орбит больше, и понятно, что там все еще есть куда запускать, там еще есть где двигаться, то есть оно здесь, конечно, рисовано плотно, но там не все так плохо, как внизу, поэтому, просто потому, что сам объем пространства больше. Так, ну, и вот оценки рисков, наверное, самые интересные. Скорости движения в космосе большие, и поэтому, конечно, есть возможность оценить, что же произойдет, если облом космического мусора, столкнется с аппаратом. Объекты меньше 1 сантиметра, считается, что они не причиняют фатального вреда, мы на следующей лекции поговорим о том, как такие объекты можно регистрировать непосредственно в космосе, ну, то есть космонавты, в принципе, регулярно на своих иллюминаторах, на обшивке, они замечают вот эти следы микромусора вот этого, который или царапают, или даже оставляют небольшие трещинки, ну, вот на МКС есть, может быть, вы знаете, такой модуль купол, куда они заходят, вид на землю, вот такой модуль из большого круглого окна, и вот на нем, да, на нем виднее всего, потому что модуль, повернут на землю, как бы освещенный, и они, да, видят это. Объекты от 1 до 10 сантиметров уже способны серьезно повредить космический аппарат, ну, то есть что-то отколоть от него, ну, и дальше уже куда попадется, то есть в солнечную батарею или у вас что-то важное, например, не знаю, трубу телескопа, например, ну, то есть, это уже будет сильное повреждение, то есть, скорее всего, придется чинить, если получится. Ну, и все, что больше 10 сантиметров, это уже сравнено с катастрофой, то есть, в случае космической станции это эвакуация космонавтов, если вот такой объект приближается, то они, скорее всего, эвакуироваться, если нет возможности увезти станцию. Вот, такие примеры известны, когда экипаж космонавтов эвакуировали в спускательный аппарат, то есть, они какое-то время там просидели, но, как бы, ничего не случилось, то есть, просто на подлете поняли, что не попадает, вот, и они, как бы, обед прогресел, и они вернулись, но да, то есть, вот такие случаи, когда лучше перебдеть, они были уже, поэтому, ну, люди боятся, конечно. Можно просто запомнить, вот, только год, назад, полгода, было вообще, как они, что-то, на МКС. А, ну, да, это не результат столкновения с МКС, да, в том, что, насколько я знаю, да, но там вообще говорят, что нет, что это все-таки человеческая была халатность, если вы, конечно, про это говорите, о чем я думаю, да, ну, тогда там, там что-то на стадии запуска уже что-то пошло не то, то есть, это все, что, вот о чем мы говорим, оценки рисков, это все только после вывода в космос, то есть, все, что на стадии запуска, ну, например, если аппарат там разрушается, ну, катастрофа Челленджер, например, она не отнесена сюда, потому что там, конечно, все было очень плохо, но, как бы, да, все осталось на земле, вот. Ну, и время жизни, то, о чем я уже неоднократно говорила, об этом невозможно не говорить, когда рассказываешь о космическом мусоре, что на высотах ниже 200 километров, если что-то у вас летает, вы должны постоянно это корректировать, потому что через несколько дней оно начнет захват, начнет просто погружаться в атмосферу и, в конце концов, начнет гореть им. На высоте МКС это несколько лет, ну, от 200 до 600. Это, конечно, грубые оценки, опять-таки, сюда не заложена оксидность сламса, то есть, когда атмосфера развивается, это вот просто стабильное состояние атмосферы, тогда ничего ее не возмущает. А далее десятилетия до 800. И вся низкая колодельная область, ее верхний край это сотни лет. То есть, почему мы сейчас, собственно, имеем вот этот финью и до сих пор наблюдаем в том, что просто он, видимо, выше 800, выше 1000 километров. Самое главное, с Тамарой как-то спорили, а она, она мелкая, она тоже может любить кассинические. Ну, опять, смотрят, куда попадет. Кстати, на батарее Хаббла уже, кажется, увидели, что такие маленькие чистые сцены. Да, на всех солнечных батареях, да. На МКС установлен такой Space Debris сенсор, специальная такая плата, которая стоит, чтобы водить вот это все, и потом люди просто к ней подлетают. Ну, да, на нее все падает и как бы отслеживают, да, что. Ну, и то, что у нас возвращается, если что-то возвращается из космоса, на это тоже, конечно, смотрят, потому что пока оно возвращается, даже тот самый гругловик, который, например, отвез что-то космонавтам, потом возвращается назад, на нем тоже можно что-то, да. То есть, это один из способов обнаружения вот таких вот таких вот маленьких объектов микро-микромусоров. Ну, и на высоте биостационарной орбиты практически вечно. Ну, будет жизнеутверждающая, надеюсь, лекция, она как раз третья, кажется, которую будет читать Борис Михайлович про... да, ну, жизнеутверждающая, то, что она расскажет, что люди делают, чтобы вот с этим бороться, чтобы там практически вечно оно не находилось. То есть, конечно, это все направлено на биостационарную область, вот эти все паруса и различные уводы, и лазерные пучки, которыми надо стрелять и уводить. То есть, вот это все, чтобы очистить там. Ну, и один раз в жизни пока что нашей космической мусор падал на человека. Да, 20 с лишним лет назад в Америке на женщину упал обломок американских ракет-носителей, ну, серьезно, дельта-2, она падала, просто она горела, люди знали, что она будет падать, что что-то долетит до земли, ну, вот приземлилась, да, величиной с ладони, он небольшой, он ударил ее в плечо, но она не пострадала. Но сам факт, что да, да, это зафиксированный, это вещь, то есть, они как бы падали, в принципе, в штате Аклахома, то есть, их было много. Когда она его подняла, она увидела, что это металл, что это действительно вот кусок, поэтому, да, но все кончилось хорошо. А так, конечно, когда спутники горят, вот, высокоэллиптически, ну, это всегда видно по элементам орбиты, то есть, спутник перед тем, как начать гореть, то он начинает очень быстро вращаться вокруг земли, то если он совершает 2,5-3 витка за сутки, это очень быстро. Ну, то есть земля его притягивает все сильнее и сильнее, он горит, в конце концов начинает тормозиться и сгорает. Такие объекты, они тоже отслеживаются, потому что надо предсказать, куда он упадет и где он конкретно сгорит. То есть над чьим-то домом или где-то в океане. Ну, на земле очень много воды, поэтому, конечно, вероятнее всего, что такие объекты падают в воду все-таки. Ну и, кроме того, известны случаи, когда вводят спутники намеренно в атмосферу. У нас у всех с вами спускались там в свой мир, топили в океане, говорят, это была грусть. Ну, то есть я могу представить. И люди видели... Бедные рыбки. Бедные рыбки, да. Ну, туда с тех пор так много тоже всего упало, и поэтому... Но когда мы запускаем спутники с Байконура, то вот эти мусор, которые от запуска и ступени, они падают на Казахстан. То есть возвращаются туда же, откуда были запущены. И, конечно, в принципе, наверное, мы не зря платим деньги Байконуру, просто потому что... Казахстан. Ну, мы реально мусорим у них, просто запуская. Поэтому... Вот. Ну, вот тот график, который я обещала. Маневры. За 14 лет, с 2004 по 2017, в случае увода космических аппаратов, именно Европейского космического агентства только, это они выложили такой график, на низких орбитах. То есть вот всё жёлтое – это количество манёвров, а чёрное – это количество спутников, для которых эти манёвры осуществляют. Именно манёвры в угоду от космического мусора. Да, именно от космического мусора на низкой орбите. Ну, и вот в 16 нару что-то вообще страшное происходило. Да, 13, для 9 спутников вводили 13 раз. Ну, я не знаю, на самом деле, я не находила такого графика для русских спутников. Но я думаю, что он есть, конечно же, и для американских. Да, но это просто как срез, потому что у ЕСУ очень много спутников, и научных в том числе. То есть, в принципе, это можно, наверное, в любой стране применить. Но сам факт. При этом были года, когда этого не происходило вообще. То есть, в 2007 год, видимо, когда китайцы как раз запустили. При этом, я самому всего два спутника. Ну и, конечно, чем больше спутников, тем больше у вас проблем с их эксплуатацией, обслуживанием, защитой и всем прочим. Так что, вот. То есть, развитая страна пожинает свои плоды. Нет, это хорошо, потому что развитая страна, она должна быть развитой не только потому, что она запускает много спутников, она должна уметь их уводить. То есть, в этом, наверное, даже большая ее развитость. То есть, не то, что она может показывать свою космическую мощь, научную мощь и прочее, но и свою заботу о космосе. Я спрашиваю, а радиостром, получается, тоже сейчас станет? Да, он уже стал. И это очень интересно. Ну, это, конечно, грустно, да, но это интересно, потому что, ну, у него интересная орбита и... Будет интересно смотреть, как он будет разрешаться. Да, ну, вообще, на самом деле, если смотреть на все залы, что здесь из Байконура, да, то ты как бы смотришь на это и понимаешь, что вот, да, потом ты когда-то увидишь этот объект. Скорее всего, да, радиострома. А тут столбики черные, он не всегда на целых числах останавливается. Но 2011 год, например, там такое ощущение, что четыре с половиной спутника. Нет, не пять. А желтый столбик тогда сколько показывает? А, в смысле, чем больше? Ну, да. Может быть, там черные спутники? Ну, просто мне кажется, что все-таки у ЕСа больше спутников там, чем там несколько? Нет, не хоть больше, просто... Десятки, может быть? Ну, не могу сказать. То есть, почему вот именно вот в этом году вот так мало, не скажу. Но можно, в принципе, понять данные в каталогах и понять, что они запускали. В принципе, все данные по запускам, они неизвестны. Ну, да. То есть, их можно найти даже в той же Википедии. Это все здесь. Ну, так сказать, да. Ну, или вот 2014 год, там, пять целых и восемь десятых спутников. Ну, возможно, что это, конечно, вероятность. Ну, то есть, это какое-то серьезное значение. Не скажу. А может быть, учитываться как-то сложным образом спутники на вытянутых орбитах, то есть, они часто времени проводят на низких околоземных орбитах, а часто времени дальше уходят? И вот как-то не посчитать. Ну, тут только лево приводится. То есть, у нас довольно высокий список. То есть, количество. Или, может, это уже обломки учитываются? Нет, это только действие. Потому что обломки нельзя увести никак. Поэтому... Ну... Надо попросить их показать. Ну, и можно писать. Это все. В принципе, целая котелка. И можно писать. Все-таки, раз, это страна, но и кто-то есть. Я так рада, что вы внимательно смотрите на лекции. Ну, так здорово. Так. Хорошо. Ну, ребята, кстати, я узнаю. Потому что... Вот. Теперь можно на завтра? Да. Сможем так до следующей? Да, походу, это просто... Вот эти вот. Два-три пропущенные. Четыре. Нет, нет, нет. Два-три. Да, дальше. То есть, вот какого-то... Нет, нет. Мне кажется, они просто только не очень... Да. Здесь тогда бы совместили пять с пультом, только пять из моря. Да. Они не совместили. Вот это... Может, последняя дачная адресовка? Ну, вот. 2014, 2015, 2016, 2014. Я могу спросить. Да, я могу спросить. Да, я могу спросить. Да, я могу спросить. Просто, возможно, для спутников тут какая-то логарифмическая шкала? Или... Или тут... Нет, ну, знаете, еще прикольно, что в седьмом-восьмом годах... А, там вообще не было маневров, да? Там не было маневров, и мало спутников. Да. Либо тут просто для спутников десятки указаны. Ну, просто сложно поверить. Или, может, я считаю, это один обломок разрушенный. Нет. Ну, десять. Ну, хорошо. Ну, я училась, да. Училась. Или, прикиньте, они училась, потому что обломок разломался, и он стал уже полуобломок. Да нет, это маневры действующих космических аппаратов. Это не маневры космического мусора от космического мусора, это маневры СЗ от космического мусора. Просто они считают там какие-то... которые... Они... ...которые больше ресурсально продавали. Ну, я умная. Потому что интересно. Ладно. Не будем делать встречу. Типа они не до конца увеления. Да, или не до конца увеления. Там 90 градусов считают, что это... Какой год? Нет, не тот год. Не совпадает. Ну, нет, нет. Оно должно быть полностью, то есть в целых числах. Тут не должно быть такого. Так, давайте поговорим про синдром Кеслера. Это так называемый каскадный синдром, который может возникнуть, и некоторые считают, что он уже возник из-за большого количества космического мусора. Дональд Кеслер из НАСА в конце 70-х, в начале 80-х годов занимался проблемой избытка космического мусора на низких орбитах. И у него было несколько статей. Во-первых, по как раз образованию, он писал об образовании вот этого мусорного пояса. Еще когда его практически не было. Но он уже работал с данными по запускам до вот этого года. Плюс у него были прогнозы, что будет запускаться еще прогнозы некоторых разрушений. И он на этом основал слои своего эффекта. Вот это его классическое статей, которое сейчас называется. В 1991 году он о нем написал. О том, что когда-нибудь в космическом пространстве будет мусора так много, что они начнут неконтролируемо сталкиваться между собой. И этот процесс просто запустится, как эффект домино, и будет продолжаться. То есть он не остановится там по себе в какой-то момент, а просто захватит вот так вот всю орбиту, определенную все пространство, и внутри будет происходить вот эта вот масса-смасса столкновений. И, конечно, он писал о том, что нужно перестать, потому что мы перестанем, однажды не сможем просто больше запускать на низкую орбиту. И это были как раз вот эти его статьи. Одни были тогда, тогда все уже началось, и развивалась вот эта тематика проблемы. Ну и, кроме того, он писал еще о времени жизни внешних спутников Юпитера, и его теория там, она немножко похожа. Что тоже вот эти спутники Юпитера, между ними тоже могут происходить столкновения. Но там, конечно, времена не такие маленькие, как возле Земли. Они больше на раз. Так что такое, собственно, синдром Кеслера? Каждый из обломков в теории способен столкнуться с другими обломками и, собственно, породить вот эту цепную реакцию, которая будет неостановима. И некоторые оценки говорят о том, что уже пять лет мы на низкой орбите имеем все предпосылки для этого каскадного эффекта. Что он уже может начаться или даже вот идет в каких-то малых масштабах, например. Но в малых масштабах это сложно представить, потому что если он начнется, то это будет сразу понятно всем. И по расчетам каждые пять лет будут происходить крупные столкновения, которые в конце концов породят непрекращающиеся мелкие столкновения. И да, количество мусора будет увеличиваться. Причем он будет замельчаться. И этой теории уже 30 лет. И все эти 30 лет человечество ищет, как с этим бороться. Ну, я надеюсь, что нам не придется останавливать синдром Кеслера каким-то образом, когда он перерастет в какую-то глобальную стадию. Ну и я уже говорила о ГОСТах. О том, что люди давно начали задумываться, что пора бы ограничить количество запусков. Что нужно за один запуск запускать много. и не запускать главное такое, то, что не очень нужно. То есть запускать спутники только очень нужные, важные. Вот те, без которых человечество уже не может обойтись. Потому что иначе мы рискуем просто потерять это все. И телекоммуникацию, и интернет, и связь, и гугл карты. Ну и есть оценки. Что будет, если оценки на 200 лет были сделаны? Что будет, если с низкой аквазельной орбитой? Если космическая индустрия останется на том уровне, где она была, где она есть? И что будет, если мы все-таки будем что-то делать и применять какую-то методику? То есть разница, это не до и после. Это что нас теоретически может ждать? Ну, тут такой пример не красит. А можно считать возвращение ступеней обратно? То есть, вторично использование ступеней, как средства болевых? Нет, это тоже возвращаем аппараты, а не туда. Это все туда же, да. То есть, это что-то, что мы не оставляем, а как бы все равно уводим на Землю. То есть, когда эта ступень, в конце концов, подработает, ее все равно вернут. У нее есть возможность вернуться и не остаться в космосе, поэтому надо. Да, просто по факту дела, наличие космического мусора, так или иначе, не должно, наверное, стимулировать нас, прекращать много выводить в космос. А оно должно стимулировать и развивать свои технологии, чтобы мы могли продолжать выводить в космос как можно больше аппаратов. Да, мы должны сначала вывести, мы должны понять, что нам сделать, чтобы это почистить, да, то есть вывести в космос наконец что-то, чтобы нам помогло. Но нужно помнить, что пылесос тоже станет космическим мусором. О нем тоже нужно заботиться и потом его увести на Землю. Знаете ли вы космическим мусором то, что сидит на орбите захоронения? Да, конечно. Да, конечно. То есть он вообще эти статистики тоже участвует. Вот я сейчас как раз о ней буду говорить на следующем слайде. Да, конечно. То есть все, что в ОКП, то есть 60 тысяч километров минимум, но и все, что до Луны максимум, да, это все космический мусор. А может еще вопрос? Да. Вот эти оценки, они учитывают, наверное, да, видимо, то, что на низких орбитах все падает через год, там, в зависимости от того. Ну, через... Само чистится. Оно чистится на очень неделю. То есть это все равно, да? Ну, потому что мы, вот там на графике, в табличке было, что на двух тысячах километров там все равно, там сотни лет. А у человечества просто нету столько времени. Мы все равно все эти сотни лет мы будем запускать. Поэтому пока оно то упадет, мы туда уже очень много раз, допустим, что-то еще. Поэтому у нас просто очень много ресурсов и потребностей и очень мало времени. А космос в это время загрязняется. То есть вот именно в этом проблема. И это не потому, что мы поздно начали космос очищать. Это не поэтому. А потому что просто много. И не потому что просто космический аппарат способен распасть на большое количество частей. Один. А их очень много. То есть это чисто из-за этого. Даже если человечество бы начало что-то делать сразу, вот с момента Юрия Гагарина, вот Гагарину бы сказали, забери с собой свой Восток. Не оставляй его там. Все равно. Но какие-то спутники, которые туда запускаются на геостационар, они все равно будут. То есть мы не можем их там не оставить, потому что мы не можем их оттуда забрать. Поэтому очень важно, чтобы кто-то что-то делал для того, чтобы оттуда забирать. И вот жизнеутверждающий, мой жизнеутверждающий кадр, Борис Михайлович вам расскажет про перспективы и про то, что планируется в дальнейшем. А вот на этом слайде, ну собственно, им я завершаю свою лекцию на радостной ноте. Ну очень. Ну, ну оптимистично. То, что сейчас делается для решения проблемы. Во-первых, оптимистично, что что-то делается. Это уже хорошо. Ну и тут, как вы видите, много пунктов. И тут как раз орбита захоронения. Но опять-таки орбита захоронения – это решение проблемы для геостационаров. Понятно, что на орбите захоронения еще больше пространства. То есть туда можно в какое-то еще время продолжать выводить. А у нас шестой пункт. Да, шестой пункт самый классный. Я не поняла, как он спасет. Ну вот я сейчас расскажу по пунктам. То, о чем мы уже говорили. Первые два пункта – что нужно ограничить количество запусков, рационально использовать космос. Нужно добавить, что не подрывать ничего и не взрывать большое количество. Естественно, очищение самой низкой орбиты. Орбита захоронения – она все равно мусорит, но она очищает именно геостационарную область. В ГОСТе закреплена защищаемая область геостационарной орбиты – это плюс-минус 200 км. Зона захоронения – это как раз выше на 200 км от геостационарной. Ну и сама эта область – она плюс-минус 15 градусов по широте. Там, где находится космический мусор. И, конечно, оттуда надо уводить хотя бы большие аппараты, просто чтобы они не попадали в эту область с космическим мусором, чтобы они ее не пополняли еще собой. То есть, если в зоне захоронения начнут разрушаться вот эти захороненные объекты, но это будет все-таки немножко другая зона. Они, конечно, будут перемешиваться, но не так сильно. Это будет как бы второе кольцо. И уничтожение остатков топлива в топливных баках – это то, что касается взрывов. То есть, просто спускать топливо, не запускать, во-первых, уже радиоактивное, чтобы оно еще хуже не уредило пространству и Земле. Потому что она радиоактивная выпадает, например, на Землю, но это совсем не хорошо. То есть, чтобы спутники, если они отрабатывают, чтобы они хотя бы не взрывались, чтобы оставались целыми аппаратами, пока это возможно. И последние два пункта – это то, чем мы занимаемся, чем занимаются уже люди непосредственно не инженеры, а уже ученые и научные сотрудники. Это регулярный мониторинг ведения каталогов. Сейчас существует два каталога крупных космического мусора. Это у нас и в Америке. Две большие системы контроля космического пространства СККП, которые ведут, регулярно отслеживают. И в этих каталогах есть все объекты, которые к нам и к ним попадают в поле зрения. Собственно, это, наверное, самый действенный из этих пяти в том, что касается защиты. Потому что, зная орбиты всех аппаратов, мы их можем что-то с ними сделать. Зная орбиты всех объектов. То есть это именно каталоги космического мусора, где и действующие, и очень много космического мусора. То есть мы как бы не убираем, но отслеживаем? Ну, мы пытаемся убирать тоже в том, что касается перспективных средств. У нас они тоже разрабатываются. То есть нет, Россия участвует вот в этом во всем. То есть все шесть пунктов во всех развитых странах, во всех космических державах, они все есть. То есть все это не делают. Поэтому... А вы не расскажете про эти средства? Про средства какие? Ну, убирание мусора с орбиты. Вот, будет третья лекция. Борис Михайлович очень нравился рассказать об этом сам. Но это именно, ну, перспективные. То есть то, что, например, было испытано, но еще нет в массовом. То есть как бы... И то, что людьми предлагается. Вот. Поэтому, да, если это когда-то будет. И шестой пункт. Фундаментальное научное исследование. То, о чем я говорила. Это как раз изучение и влияние возмущений различных на объекты в горизонтационном поле Земли. То есть мы должны знать, что у нас происходит в космосе, чтобы с этим что-то делать. А чтобы знать, нужно изучать. То есть нужно знать, как, в принципе, ведет себя частица в горизонтационном поле Земли. Что с ним может происходить. Как может эволюционировать орбита. То есть вот эти плюс-минус 15 градусов по широте для ГСО. Для геостационарного мусора. Для больших спутников геостационарных, которые отработали тоже. Мы это знаем благодаря теории движения геостационарных спутников. Которая была разработана у нас, в том числе, в Пулково. Была замечательная команда. Глава Славы Семеновны Сочилиной. Которая... Есть потрясающая монография про теорию движения. Где сказано, что геостационарная область, она вообще начала развиваться в 70-х годах. Активно заселяться. И вот первые спутники, которые были туда запущены, они в какой-то момент отработали свой срок, начали двигаться по законам небесной механики. Так вот, период их ухода по законам небесной механики до вот этих плюс-минус 15 градусов, то есть вот этот их полный поворот орбиты с изменением наклонения, то есть эволюция орбиты, это примерно 50 лет. То есть в ближайшие десятилетия вот эти первые геостационары, которые давно отработали, они будут возвращаться в геостационарную область, то есть обратно на экватор. То есть там, где сейчас действующие спутники. И это тоже известно. И мы знаем, что этого нужно ждать. И, соответственно, как-то уводить и что-то делать геостационарными. Понятно, что геостационары должны висеть стационарно, но их все равно отклоняют, потому что, ну, лучше отклонить, чем что-то еще. И, ну, это как один из примеров просто того, что мы знаем, исходя именно из фундаментальных научных исследований, исходя из того, что вот мы просто знаем небесную механику этих кометок. Парень, пожалуйста, а примерно вот как там сутро терять? Можно ли высказать какую-то высоту, начиная с которой то, что ниже, все уводится в атмосферу, а то, что выше, там, на орбиту сохранения? Именно у геостационара? Не, не, вообще. Орбиту сохранения, она за геостационара. Да, она высоко, конечно. Ну, то есть из, ну, условно говоря, все то, что там... Все то, что ниже двух тысяч километров, уходит в атмосферу. Рано или поздно, но уходит. А то, что от двух до шестидесяти тысяч на орбиту сохранения? Нет. Вот, например, GPS и GLONASS, они летают на двадцати тысячах километров. То есть это МЕО, это средний област. Они не могут увесить на геостационарную, на захоронение, потому что между ними и орбитой захоронения 20 тысяч километров. Просто нет никакого топлива, чтобы туда вывести. Они остаются. Они остаются вот в этой области. И как бы... И все. То есть... Ну, просто у них было вопрос, что останется огромное, а нужно только вот... Да. Ну, для геостационаров у них специально оставляют топливо в баках. Вот когда эта зона захоронения была развита, то есть придумали, что так нужно делать, начали, да, оставлять топливо в баках, чтобы его хватало, чтобы вывести на орбиту захоронения. Ну, собственно, вот то, что показано. То есть с переходом на вот эту трансферную орбиту... Вот радиоострова вы собирались как раз у меня с помощью какого-то графонего уже не так много топлива тратят, но при этом все-таки подальше. Ну, очень много аппаратов, на самом деле, запускается. Ну, конечно, пересекает это все, но в основном он далеко от земли находится. Ну, вообще очень много таких есть примеров, когда спутник или даже какая-то обсерватория целая запускались и не всегда выходили на собственную орбиту. То есть... Я вам об этом рассказывала, кстати, на лекциях, когда мы рассказывали про звездные каталоги, говорили, что Гепархас, когда полетел, который должен был создать каталог Гепархаса, он же тоже не вышел с разным расчетным орбитом. То есть он вышел на орбиту с немножко другими элементами, и это было сложно, но люди на Земле, которые отвечали за этот проект, они просто ввели необходимые поправки, и они все равно смогли получать с него данные. И все равно кто-то Гепархас существует. Поэтому главное, чтобы не сильно все-таки, конечно, отклонилась. То есть это такое. Вот. Так что, есть ли еще какие-то вопросы? Поднования? Есть вопросы. А вот это, конечно, будет не совсем корректно, но может быть, как вы считали, строение свободного проекта для космического планета, чтобы пролететь через мусор. Нет? И, ну... Вопросы не надо в будущем. Это может свести к вопросу, какова плотность космического мусора в земных пространствах. Ну, там все еще не такая плотность, чтобы мы не могли запускать. То есть, конечно, вот эта вот модель низких орбит, ее закладывают в модели запуска. То есть ее имеют в виду, конечно, да. Я просто вот слышал, что как раз, когда КНКС, ребята... Да. Ну, пропускают несколько. Да. То есть они выбирают конкретные идеи, вот когда, да, не должна идти кучка крупная. Да. То есть это будет. Так. У меня еще два вопросика. Первый вопрос. Насчет синдрома Кесла-добракия, что он имеется в виду, что когда он начнется запустить и так далее, то мы не то что не сможем на низкие орбиты запускать, а вообще не сможем запускать, да, потому что надо будет пробираться через гонбекс. Ну, да. Это когда он уже разойдется сильно, потому что он уже будет идти. Ну, да. А второй вопрос. Вот те картинки с орбитами космического муста, которые распределяются по своей орбите, да, сначала он такой шарик в обломках, а потом он вот расползается по орбите. Вот. В этот момент. Есть вообще понимание, вот стелес этого тора, какой у него диаметр? Там же, наверное, что-то типа тора получается. Да. Вот. И у этих торов есть какой-то диаметр, да? Ну, это зависит от начальных размеров, да, от силы взрыва. То есть, ну, от начальных условий. Ну, эти задачи моделируются, то есть можно найти практически для любого. Ну, конечно, в основном в моделях разрушают что-то такое симметричное, типа сферы. Ну, вот конкретно то, что я вам показывала, это, конечно, что-то такое круглое разлетелось. Ну, просто это выглядит как какая-то нормальная форма противодействия, когда они распределяются, знаете, или можно так, не знаю, поставить симметричками. Ну, нет, а такое тоже есть, что вот, но это надо, во-первых, понять, что вот оно разлетелось, надо оказаться там в этот момент, это же тоже, то есть, надо вовремя узнать, надо просто подождать, пока не распределять. Они сначала начали, надо и разлетелять, пока не там, да. Ну, они распределят. Ну, они не разлетятся, это будет дать и сам. Нет, не разлетаться, но они точно разлетятся, потому что это какое-нибудь запозное движение, это… Ну, они могут по широте, скажем так, распределиться очень широко. Как бы это не грустно ничего, да, потому что он всё-таки во вся стороны разрушает. Да, но основная масса Но это не значит, что это будет такой цилиндр-канал диаметром в метр, это могут быть километры, несколько километров по высоте. Сколько километров не ездило, что это несколько метров, я думаю, что хотя бы десятки метров. Ну, много, может быть, сотни. Ну, зависит от того, что разрушилось. Опять-таки, проблема ещё в том, что разрушаются аппараты сложной формы. То есть, они вот все с батареями, с какими-то выпуклыми частями. То есть, ну, это очень сложно. И мы никогда не знаем, какую форму объект мы получим на выходе. То есть, это ещё сложнее наблюдать. Ну, собственно, я уважаю. Всё, что я вам хотела сказать. Спасибо. Спасибо. Ну, на следующей неделе мы поговорим про наблюдения, про, собственно, мониторинг, обнаружения, отслеживания, вот такие какие-то вещи. Про наши телескопы я вам расскажу. Про систему контроля космического пространства, да. Так что... Ну, в это же время, наверное, всё так же. Человек изменится. Нет, в 9 утра. В 9 утра. В 9 утра. Ну, мы искать включать в следующий раз точно не будем. Ну, пойдёте, да. Ну, мы там, как-то продумеем, мы там помогать нашим, он должен быть кто-то чуть-чуть. Не, не, не. Итак... Продолжение следует...